Добрый день! Сейчас я тут чуточку вернулся только что. Вы делаете так, чтобы вас видно было? Конечно, я сделаю так, чтобы было видно. Вы пока готовитесь, я тут зачитаю кое-что. Чё-ничё, всё видно так? Да, хорошо. Сейчас. Слушаю. Всероссийский центр изучения общественного мнения провели, видимо, опросы и выяснили, что в Екатеринбурге большинство екатеринбуржцев посчитали неудачным место, где был конфликт. Вот. Но всё-таки храм будет построен, видимо, место, когда найдут и когда народ согласится, так вот. Такое вот. И ещё недавно патриарх Кирилл сказал, что каждые сутки строится по три храма. Вот. И тут же потом, чуть спустя некоторое время, он пояснил, откуда деньги на строительство храмов. Он сказал, что храмы строятся на частные пожертвования, ну, не он, а представители Московской Патриархии. Почти все крупные компании чувствуют свою ответственность. По словам священника, без помощи бизнеса в России храмы строить бы не смогли, а меценатство в стране – историческая традиция. По словам представителя Русской Православной Церкви, Фосагро оказала финансовую поддержку при реставрации Русского Кафедрального Собора в Лондоне. Транснефть помогла в строительстве храма всех святых в Страсбурге. После освящения храма во Франции патриарх Кирилл заявил, что по три храма каждые сутки строятся, потому что люди вынесли урок из советских времён. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, заявил он. Вот такое вот, вот такое вот, Игнать Ильич, по храму, по этому всему. Что вы на это скажете? А я не понял вначале, кто признал, что неудачно было? Что неудачно? Провели опрос, и большинство екатеринбургцев, ну вот тут приводится такой процент, 74%, 74% тех, кто был опрошен, они выразили, посчитали, что неудачно место было выбрано. Ну то есть, да, место неудачно. Видимо, будут искать место и спрашивать ещё раз народ, и если согласны будут, то всё-таки они построят храм Святой Екатерины в Екатеринбурге. Часовня там есть, часовня есть, на месте храма, который был до революции. Но хотят построить кафедральный собор. Вот, если мы возьмём Святую Библию, Новый Завет, нет ни одного слова о постройке храмов, вообще нету. Не потому что нельзя было строить, а потому что они не нужны. И Господь говорит нам через апостолов, что Ветхий Завет имел тень будущих благ, тень. И там эта тень, только была храм один, указывающий на Христа и на душу каждого человека. Вы, храм Божий, Господь подсказывает. Да что, эти не нужны? Да нужны и храмы эти, ну сколько? Ну три, три, и дальше-то что? Сто дней прошло, триста храмов, а в году триста, то есть в год тысячу храмов. Ну построили, дальше-то что? Люди, которые ходят в храм, нам известны, мы их видим. Я бы сегодня засчитывал из мрака и изыщества. Ничего нету. Нужно правильно окончить этот конфликт. А они его не завершили, просто оборвали. Стоит митрополит и говорит, что в храм-то этим людям нельзя заходить, которые были против. То есть он ничего не понимает вообще. Митрополит. Он пробрался за эту должность, как правило, умел лавировать, говорить. О Боге вообще речи нет. О Боге, о Христе, о голгофских страданиях Спасителя, о искуплении кровью нету ни слова. А раз нету, все пустое. А как закончить надо было? Закончить, как всегда, заканчивается покаянием и петельёю. Согрешила Ева. И Господь сказал, в муках будешь рождать, и муж будет господствовать над тобою. Она этого не знала, что господствовать. Она ходила, рядом была, и они ходили не одеты, голые, совершенно голые, как нудисты. И никаких чувств не возникало, этих беспорядочных движений, как говорят, не было. Они не знали, вот малые дети играют, когда они даже на друг на друга и не смотрят. Он не понимает, что у него есть то, чего у другого нету. Так вот, эпитемия должна быть. А Адаму прах ты и в прах возвратишься. Смерть вошла в прах, в гнильё. А теперь, Адам, посмотри на себя, через тысячу лет ты не найдёшь череп, глазницы. И червей нету, они там, пищи-то нету никакой. А череп остаётся. Так вот здесь, что нужно делать? Это там, я согрешил. Такое было. Согрешил, и я недостоин. И после этого, я недостоин. Почему митрополит не сказал? Ведь он зажёг это всё. Он. А что нужно было сделать? Выйти к народу, в самом простом одеянии монашеском, встать на колени, когда, сказать, будет собрание здесь объявить, и принести покаяние, необдуманно усыпились в этот храм, и началось... Это едва-едва-едва устояло. Это как ракеты на Кубу заводили, и пришлось обратно вывозить за выступки, чтобы в Турции уничтожили свои базы американцы. Так и это. Люди отступили, отступили. Ничего нет. Он должен покаяться и сложить в себя сан, как совершенно непригодный для разрешения конфликтов, за то, что возжёг. Он потерял всякое доверие. Он никогда не уйдёт. А дальше-то ничего не надо говорить. Это совершенно естественно. По-божескому. Такую беду тысячи людей отвратил от церкви. Ни одного, ни двух. Он достоин великого наказания. А он даже после этого продолжает ещё давить туда. Вот тем людям как бы угрожает. Вообще. А почему? Они ещё не знают. Страха Божия нет. А вот одного бы наказали, и другие бы тогда оглядывались и смотрели. А раз нету, значит, так и будут ковылять. А люди, которые сидят, ну, там уже власти, власти предупредить, незаконно действовали, отпустить, заплатить им всем, как на рабочем месте были. И в тройном размере они были арестованы. Такой закон. В три раза больше. И в три раза больше, если они просидели месяц. Три месяца. И каждому по его окладу оплатить. А после этого всех направить на какой-то санаторий, курорт, самый лучший. На месяц хотя бы. И сказать, это в честь того, что вы всё претерпели. Благодаря вашему мужеству, ну, мы остались вот теперь между собой друзьями, и те, кто хотел храм, и не хотел. А вот тогда бы другие понимали, что всегда надо выступать, поощряются, а не наказываются. Ничего не сделали. А они поступили неразумно. А что, а вы бы были там, ну, если бы я имел власть, я бы сегодня прям делал. Притом никого не наказывать. Только одного человека наказать. А он перед этими своими прихожанами, которых сюда выпускал, который тот священник тот найти там стоял, такой громило. Всё это говорил. Его тоже... Это отец Максим, настоятель храма на крови, вот в честь царственных мучеников. Всё разжаловать, снять сан и уйти. Вот они два, чтобы понесли наказание. Люди будут это знать. Но, однако, ничего не было сделано. Я говорил об этом раньше. Снять сан, сложить, и чтобы вышел перед народом, попросил прощения. В противном случае, пригрозить ему тюрьмой, если этого не будет сделано. Вот только так. Потому что они было разожгли, а это уже грозило вспыхнуть по другим городам. Им бы не удержать. Так, ну это... Это так и есть, Игнат Тихонович. Во всех городах... Ну как, во всех говорю. Во многих городах накалилась обстановка. Тем более, вот... Прошу прощения. Тем более, патриарх Кирилл, когда сказал, что по три храма в сутки строим, то медиапространство вообще взорвалось. Все стали цитировать эти слова и сравнивать, а где же больницы, а где же там... Ну то есть, где милосердие к людям и все остальное. Какие храмы? Вот это все. Ну вот это я бы хотел сказать, но кто послушает? Кто, говорит, поверил в слышенному от нас? Еще за 700 лет до Рождества Христова порог Исаия восклицал. А Павел это повторяет. Кто поверил в слышенному от нас? Мы говорили, и все ушло в пустоту. А это они могли сделать, но никогда не будут, говорит. Ворон ворону глаз не выклюет. Тем более он на проповеди говорил, что сейчас пришло время, мы выбираем либо Христа, либо Вараву. Те, кто выбрал Христа, те за храм. Те, кто выбрал Вараву, это противники храма, строительства храма. Ну то есть, там нет никакого, даже капельки нету того, что... Да, нет, один раз привел, и то в лужу сел. Совершенно об этом речи там нету. Храм это не Христос. И написано, храма я не видел на небе, там нету. Чего он сравнивает? А на земле храм. И они что избрали? Ждал он, кто... Народ-то, кто его требовал? Так народ требовал его. А здесь никто не требовал. Ладно, храм это обзамен что? Так и разбойниками, народ, который хотел, чтобы осталось все, как было, они ничего, ни к силу, ни к городу. Они не умеют пользоваться Писанием, и не любят его. Я видел его неоднократно эти слова, как он говорит. Ну, скучнота смертная. Вот это вот, как-то бы до них донести, а как ты донесешь? Хоть как, голоса собирая, мне это ничего не даст. Единственное, что это молиться. молиться, чтобы Бог их вразумил. Вот это вот я могу сказать абсолютно точно. Тогда была бы концовка как надо, всех звали к покаянию. Вот когда эти пусть рай-то там были, танцовщицы-то, что делать? Ничего не надо было делать. Так они вот так сделали. Ну, сделали это на них, и надо было там храм Христа Спасителя, а тут идет канал Москва, вот тут надо было день и ночь молиться, объявить пост. И чтобы молились каждый день, и патриарх был с ними, и архиереи, и священники, все, которые в отпуске, чтобы приезжали, и молились, и молились. Сколько? Я не знаю, ну, хоть полгода-то надо было молиться, настроиться. И тогда было бы совсем по-другому. А нет, там казаки, давай на гайки махать, там поороть. Да, здорово, конечно. Ну, а результат-то какой? А тут результат, даже мы не знаем, какой был бы, но не такой. А все, молились бы, поселились, как это плохой результат, не знаю, можем рассудить. Вот так. Понятно, Игнать Иганович. Андрей Кураев, вот вы слышали, как он, его мнение? А что-то я не очень так понял его. Ну, я под этим роликом ссылку дам на полностью, на его интервью. Я посмотрел интервью, он там с девочкой или с мальчиком обнимает, впереди сидит на коленях. Ну, он, я не знаю, кто его родственник, наверное, его там, мальчишка. Маленький. Ну, вот так вот, я видел, мне это не надо. Я знаю, покаяние все делает, смиренно выйти перед народом. Они виновны. Они виновны в разжигании вот этой розни. А это вести надо. Нет. Нет, там ни капельки нету. Там, наоборот, большая такая агрессия против противников храма. Прям, он, как будто война, настала такая, священная война, настала. У него такое настроение, что и мы сейчас начнем страдать. Мы страдаем, как на Украине страдают наши братья, он так приводит. И мы сейчас будем страдать. Вот настало время пострадать за Христа. Свою душу не отдашь, как говорят люди. Тут так все понятно. Виновники разоблаченные, они молятся, и все. Прекратили. Еще вопрос, какой их есть? Ну вот, то есть, последнее известие по храму, по храмам, тема храмов. По храмам все ясно. Игнати Игоревич, а вот эти, ну хорошо, вот у них деньги, вот вы бы были на месте, вы имели бы власть, и вам бы столько денег бы дали, куда бы вы их потратили? А какие денег? Денег там море. Ну вот, три храма в сутки строятся. Вот эти бы, эти бы. Допустим, меня бы поставили, я бы нашел хороших специалистов, сразу бы открыл тысячу училищ, тысячу, в один день. Хороших поставил бы преподавателей, чтобы научили любить Библию и по ней давали, и Христа полюбили. Я уже договорился, говорил бы, там обратился к баптистам зарегистрированным и зарегистрированным. Для меня разницы нет, лишь бы они согласились это дело. А они соглашаются. Это первое. Второе. Игорь Барабашу купил бы самой современной марки новый комбайн и все остальное. Деревню бы сразу построили домов 50 хотя бы, настоящие, чтобы жить можно было. Ясно дело, люди, люди давно уже хотят, многие настроиться, никто не может. А тут построились бы, деньги-то были бы, хороших строителей наняли. я бы мог прорабом у них быть. Что завозить, как лидером быть. Вот у меня все, ничего больше добавлять не надо и все пошло дальше. Боялись, говорят, только дай, дальше будут все время требовать. Каждый раз надо рассматривать, рассматривать по-новому и все. Вот так. Ну все, отпускаешь меня? Да, Игнатих Игорьевич, вы устали, я смотрю. Да, с Богом. А при... Встретили американку, да, с Америки, женщину? А я уже ролик выставляю. Она... Ролик выставляю, закачивается. Сейчас, минут через полчаса будет, как Сергей увез ее сразу на свой полигон, где собак дрессируют. Ну все, с Богом. С Богом. С Богом.